ТЕРИТОРИЯ МАШИН Человеческий организм все еще находится в плачевном состоянии. Компания «Форд» разработала похмельный костюм массой 17 кг. С его помощью можно имитировать пульсирующую головную боль, тяжесть в конечностях и потерю концентрации. Именно эти недуги постигают тех, кто вчера принял лишнего. Эксперты компании отмечают, что даже когда уровень алкоголя падает до допустимого по закону, водитель по-прежнему может быть неадекватным, даже просто потому, что не выспался. Пьяницы за рулем действительно превратились в оружие массового поражения. Судите сами. В 2016 году на наших дорогах произошло более 14 тысяч ДТП по вине пьяных водителей. 4 тысячи человек погибли, а более 20 тысяч получили серьезные увечья. Борются с этим все, начиная от производителей, заканчивая полицейскими на местах. Вот только статистика, она ведь упрямая, а в случае с российскими реалиями еще и печальная. В это сложно поверить, но в России тоже есть спорткар. И речь не о Маруси, почти мью память вставанием. Речь идет о самой мощной и дорогой Ладо Калино в комплектации Need for Race. В переводе с иностранного это означает необходимость погонять, если вольно. Сам производитель дал модели прозвище «Черная ракета» и даже снял красивый промо-ролик. Что там такого ракетного? Для начала мотор мощностью 136 лошадиных сил. С его помощью Калино достигает максимальной скорости целых 197 км в час, а первую сотню разменивает за 9,2 секунды. Это, кстати, самый быстрый российский автомобиль на сегодня. Помимо мотора, ракете полагается механическая коробка передач, 17-дюймовые диски и спортивные тормоза. Дифференциал повышенного трения с механической блокировкой призван улучшить управляемость быстрого ВАЗовского хэтчбека. Ну и мало того, что это самая быстрая «Лада», она еще и самая дорогая. Стоит она 850 тысяч рублей. Подайте-ка мне валидол. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин